МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шесть, один, один. Готовы? Мотор. Камера. Начали! Мне попал в группе сценарий Владимира Дюмина. Это тамбовский сценарист, выпускник ВГИКа. Я прочитала этот сценарий, он мне понравился. Озадачила меня этим сценарием моя подруга, с которой мы прожили во ВГИКе несколько лет. И когда я прочитала, я ей сказала ненормативно, в общем, что я ее очень люблю. Потому что я понимала, что сценарий мне понравился, но съемки очень будут сложные. И, конечно, отважиться на такие съемки, тем более, что проект нефинансируемый. Это мой дипломный фильм. В общем, я понимала, что будет сложно. С железной дорогой, с вагонами, с локомотивами, с людьми, с одеждой, с погружением в 42-й год. Вот такая вот история. Это профессиональный сценарий. Переделанный немножко под наш город. Сценарий не было, не звучал сначала Павлодара. Потом я обратилась к Володе и говорю, Володь, давай сделаем Павлодар. Давай придумаем так, чтобы этот эшелон все-таки прошел по Казахстану и зашел в город Павлодар. И этот мальчик будет наш, павлодарский Степан, который ждет встречи с мамой. Мне бы только с сыном стремиться. Не положено. Иди через ворота, может, там пропустят. Ну, я понял своего героя. Я понял героя, кто он такой, что он действительно дисциплинированный, серьезный парень. Что до определенной этой ситуации с матерью, он как бы все, приказ есть приказ. Сказали, стой, не пропускай. Он никого не пропустит. Что глаза это серьезные, как бы, по лицу это все видно. Мимика, как бы, серьезный парень. А вот когда, как бы, вот, мать уже пришла, как бы, заглянул в ее глаза, уже увидел то переживание, что вот, она сына последний раз, может быть, видеть хочет. И, как бы, может, уже все, не увидит его, он же на войну. А, и как, я же... У меня тоже есть мать моего героя, ведь она тоже где-то... И вот, это же мечта увидеть солдату, ее мать, его мать. Сыночка! Видал? Разнесло все страху. Для меня удивительно, вот, именно четырех утра, вот, с восхода солнца и до заката, вот, это, наверное, одно из самых уникальных, что было именно такая вот загадочность в этом. Какой-то вот целый мир был. Правда, вот, вроде казалось, что не неделя была, а вот был, ну, год, может, полгода было. И мы... Вся жизнь была именно в этом. Кино было даже... Именно вот именно за кадром. Вот само кино, оно создавалось за кадром, мне кажется. Ну, вот, мне кажется, что надо как-то вот... Фильм и участие в фильме особенно, это случайность. Случай, просто дело случая. Я приезжаю, ко мне обращается режиссер, я тогда не знал, что она еще режиссер этого фильма, Людмила Ассоцлавовна, и говорит, что, слушай, где взять доски? Вот, примерно, там, метра два высотой, для того, чтобы сделать забор 14 метров. Вот, декорации для фильма. Какого фильма? Мангошлык. И как пошло с того дня, как поехало. Доски не те, врагалы не те, то, не то. Ну, в общем, в конечном итоге нашли, конечно, и забор. И не 14 метров, а 38 оказалось. И плюс ворота понадобились. Все это. Дело случая абсолютного. Много для себя, конечно. Открыл, посмотрел, познал. За это время очень много всего. Насмотрелся на всех этих солдат. Дым, как шашка не загорелась, там не тот дым получился. Снова назад все эти дубли по несколько раз. Никогда не забуду пробежки километровые, как я бежала. Похудела, да, наверное? Да, это было, когда мне сказали, снимаем второй дубль. Потому что первый не получился, так как я как рванула, как сумасшедшая. И на меня просто машина не догнала с оператором. Это было, да. Это было. Ну, это твоя первая работа в кино. Да. Это были мои первые такие сильные впечатления. Это было даже очень интересно. Знаешь, я никогда не думала, что кино настолько сложнее, чем театр. Театр. Совсем. Там нужно выкладываться полностью, абсолютно. И самое главное, что состояние нужно, понимаешь, чтобы оно было. Если нужно стопроцентное состояние, оно должно быть в кадре. Режим был очень жесткий, да. Вставали мы полтретьего утра. Нажили еще сколько, в 12 часов ночи. Дай бог, если получалось, конечно. Работали в режиме. Работали, да. На восходе, на закате. Да, ну знаешь, было сложно, но было при этом интересно. Я вспомнила про маму, которую я буквально потеряла за полгода до этого. Я вспомнила свою бабушку. Думаю, боже мой, если есть такая возможность, надо как-то ее использовать. Именно использовать язык. И вот эта вот фраза, и балалар, балалар. Вот это вот моя мама, это моя бабушка и моя тетя. Вот именно так они говорили о детях. И когда жалели, и когда восхищали себя. И балалар. Салис. Ха-ха. Михаль. Ага. Нажно булокула, балалакай. Балалар, наш что это? Бир, 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 бир. Дай, дай, дай. И балалар. Да, не пробовавши кумыс, это было для меня что-то страшное. А режиссер так вот жестко сказал, нельзя пробовать заранее. И это все происходило живьем в кадре, но это было, это было так абсолютно честно, абсолютно искренней реакцией. Не зря. Не зря было выпито все. Носила шпалы. Ой, это была вообще смешная ситуация, когда нам сказали, вот надо будет нести шпалы, но они такие тяжелые, у вас не получится, у кого не получится, у меня не получится нести шпалу, покажите вашу шпалу, прихожу, беру и... Война войной. А девчонки красивые. Любовь тоже имеет место. Это правильно. Девчонка, увидел, такой необычный восточный. Девчонок, так, все, я девчонка. И ты позабудешь другою, мой милый, меня навсегда. Когда фотографируешься? Капитан, капитан, и все ваши действия. Вот сейчас было хорошо, сейчас точно сделаем. О, ну я сейчас буду третий. Был помощником? Да, звукорежиссера, ну или звукоператора, я не знаю, как правильно. У них же их зовут Элли. Да, 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 господи. Антон Харитонов. Я любила ходить босиком по песочку с грязными ножками. И мне понравилось больше всего, когда приезжал ослик. Мы еще в вагоне прятались от дождя. Я нисколечко не пожалела. Было столько новизны. Ну, столько комических случаев было, интересных не забывая. И мне очень понравилось, с каким энтузиазмом все включились. Просто с полуслова, с одного намека все выполнялось. Ну, я не знаю, как будто бы это его дело, он за это миллион получит. Но это было больше миллиона, это было незабываемое впечатление, такой неописуемый восторг. Болочка или болоток? Болочка. Ну, не длина себе болоток. А что с ним делать? Покажите, как им делать. Вот, идете по этим, проверяйте. Вот эти. Вот, хорошо. Молок. Вот, видите, звук разный. Большая благодарность Гайдару Сарканшаку. Он у меня познакомил со всеми структурами железнодорожными, с управляющим вот Кидентранссервиса, исполняющим обязанности директора, с Нурланом, который дал нам возможность вот как раз движения вагонов и локомотива в кадре. И, в общем, это... А, и плюс ко всему, Гайдар подарил нам песню. Он написал ее много-много лет назад, по-моему, если я не ошибаюсь, 84-й или 85-й год, песня о маме, и она стала лейтмотивной в нашем фильме. Вот эта первая песня, несмотря на то, что я начал писать песни с 82-го года, а эта песня про маму, она была написана в 1984-м году. С нее началась моя творческая деятельность. Этим еще мне и дорого то, что снят фильм с этой песней. С 84-го года многовато лет прошло. Приятные воспоминания, приятные ощущения. Да, да. Только, знаешь, ты тихо войди. В смысле, знаешь, ты эти капельки делаешь, но ты их первый раз прям тихо-тихо на клавиши нажал. Так, они даже почти не проявлены. Мягко-мягко. Да. Очень хорошая работа у меня была с Алексеем Южаковым. Он делал аранжировку на песню Гайдара Сарганшакова. Прекрасная аранжировка. Мне кажется, она получилась очень такая. И в тему, и с приятной мелодией, и хорошо разложил он ее по партиям. Ну, то есть, профессиональная работа музыканта. Ну, конечно, остались впечатления очень серьезные от людей, которые там были. Часто же говорят, расскажите про место, в котором вам пришлось работать. А тут это все место, это все ерунда. Главное – люди. По некоторым очень большая скука. Например, по Ивану Савельевичу. Мы его не зря называли Иваном Савельевичем. Человек, который мог все осуществить, сделать быстро, легко. Вам большой привет. Даже если он припозднился, значит, ты говоришь, когда он полез. Полез, смотри, смотри. Для меня важно, чтобы тема войны не уходила в забытие. Она не должна быть каждодневной, но и забыть ее нельзя. Как только человечество забывает о горе, горе приходит о себе на память. Поэтому эти вещи важно помнить. Задача такая, чтобы тронуло сердце, чтобы помнили о том, что были эти события. В этих событиях корни наши есть. Наши дедушки, бабушки, прабабушки для кого-то. Поэтому, ну, вот помнить, что да, горе. Когда горе приходит, оно объединяет. Поэтому вот это такой маленький-маленький такой экскурс туда, который бы объединил. Может быть, вот где-то тронул струну какую-то сердечную. Может быть, дал какие-то воспоминания о своих собственных корнях. Может быть, дети придут домой и спросят у своих родителей, а как наши деды, а как наши бабушки, а кто где воевал. Может быть, появится интерес. Ну, вот, наверное, такая цель. Просто общечеловеческие ценности. Особенно мне нужны все наши солдаты. Сейчас. Сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok